Мы продолжаем знакомиться с участниками выставки World Food 2022 и с нами Антон Георгиев, федеральная сеть продовольственных магазинов ГОСТ. Антон, здравствуйте, расскажите о вашей компании, что вас привело на эту выставку. Здравствуйте, меня на эту выставку привело то, что мы запускаем новый проект, это сеть магазинов ГОСТ, которой владеть будут сами производители. И мы решили таким образом презентовать свой проект. Вот мы взяли стенд на выставке и общаемся с нашими потенциальными партнерами, рассказываем о проекте и заодно выступаем в деловой конференции. Владеть производители, да, вы сказали, что это означает? Ведь в магазине может быть и молочная продукция, не знаю, овощи, хлеб, как это будет организовано? В следующем году мы планируем открыть первые 20 магазинов экспериментальные. Это примерно будет 1500 наименований продукции и примерно 250 поставщиков, которые эту продукцию производят. И вот эти 250, примерно 250 поставщиков, они будут владеть этой сетью магазинов. У всех будут равные доли, и поэтому не будет посредников между покупателем и производителем. Чем наши сети отличаются от всего того, что есть на рынке? Очевидно, первое, что мне в голову приходит, это значит отсутствие каких-то дополнительных сдержек, как для стороны покупателя, так и для стороны продавца. Что еще, какие плюсы? Ну, отсутствие посредников. Основной плюс это то, что нету посредника в виде вот этих федеральных сетей, которые диктуют условия производителям, заставляют их снижать себестоимость продукции, качество товаров портится. А здесь у нас будет отдел закупок и отдел качества. Он будет, наш отдел закупок будет носить рекомендательный характер, то есть они не будут душить по цене производителя, а будут находить какую-то оптимальную цену, по которой производитель сможет зарабатывать и покупатель сможет покупать. И то есть, поскольку не будет посредника, да, то цены на полках будут близки к федеральным сетям, но качество продукции будет существенно выше. Вы сказали, если я правильно услышал, 20 магазинов, география. Первые 20 магазинов мы хотим открыть в Петербурге и в Ленинградской области, потому что мы сами там находимся. И следующие уже в Москве. Потом по всей стране планируем. А если так немножко детализировать планы, вот в планах, в каких-то перспективе, то есть это год, два, три масштабирования, я имею в виду сети? Мы откроем первые 20 магазинов, после этого сделаем свой какой-то анализ, сделаем бизнес-план. Я надеюсь, что за 5 лет мы откроем 1000 магазинов. Что ж, звучит очень оптимистично, и мне кажется, здорово, если у вас это получится. Удачи вам, Антон, спасибо большое, что согласились побеседовать. Спасибо.